Приветствую вас дорогие друзья, напишите пожалуйста как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходов Алексей и сегодня я и Сергей Анатольевич Сибиряков проведем для вас вначале годный технико-экономический вебинар, то есть пасбуку Skyway так называемую и далее будет уже расширенный технико-экономический вебинар, на котором мы остановимся более подробно на текущих новостях, событиях. Ну и собственно вводный технико-экономический вебинар, азбуку Skyway мы подразумеваем в первую очередь, естественно, дорогие друзья, для новичков. Даже новички тут неправильное слово выбрано. Тех людей, кто только погружается в Skyway и собственно когда-то и Сергей Анатольевич только впервые погружался в Skyway. Чуть более двух с половиной лет назад я погрузился впервые в Skyway и как погрузился, так и собственно не могу отсюда вынырнуть, потому что захватывает все больше и больше. И действительно для многих людей сейчас это становится проектом всей жизни. Огромные надежды возлагаются для улучшения как и собственной жизни, так и всей планеты в целом. И дорогие друзья, я прекрасно понимаю, что многие изначально может быть не голосуют, кто-то стесняется голосовать, кто-то у нас даже стесняется руки поднимать на конференциях. Вот, собственно, на позапрошлой неделе я был на конференции в Германии на презентации для агенции администрационных бизнес-проектов Европейского агентства. На этой неделе я был в Республике Кыргызстан и обязательно об этих событиях на расширенном технико-экономическом вебинаре мы расскажем. Кто-то присутствует второй, третий раз, так как в первый раз не до конца разобрался, не до конца понял. Ну, собственно, я могу сказать, что здесь в первый раз могут возникать какие-то дополнительные вопросы. Люди приходят еще больше погрузиться и разъяснить для себя, что такое технология Skyway, может быть, задать какие-то вопросы в чатах. Поэтому второй, третий раз также приходят и у каждого свой момент входа, у каждого свой порог инвестиций, у каждого свое желание развивать проект. Но одно я могу сказать, дорогие друзья, и, собственно, к этой мысли я пришел где-то через полгода развития в проекте, что проект действительно нужен более 99% населения Земли. То есть 1% естественно останутся не пользователями системы, хотя сложно представить, кто сейчас не пользователь, дорогие друзья, системы мобильной сотовой связи. И, собственно, кто сейчас не пользуется интернет, кто сейчас не пользуется телекоммуникациями. И, собственно, сеть Transnet – это сеть ближайшего будущего, сеть действительно нового поколения, которая будет основана на струнных технологиях, так же, как сегодня интернет основан на кремниевых технологиях. А что такое интернет, если вдуматься, дорогие друзья? Как мы себя чувствуем на сегодняшний момент, на сегодняшний день, если интернет вдруг перестает ловить и, собственно, пропадает, когда он нам так нужен, либо для развлечений, либо для работы, либо для повседневной жизни. Потому что многие сейчас перестают смотреть телевизор, перестают читать бумажные газеты, очерпают информационное поле именно из интернет-источников. Для меня это действительно один из жизненных необходимых фактов присутствия интернет, присутствия мобильной связи. Если я не отдыхаю где-то на природе, то хотелось бы быть в курсе всего происходящего в мире. И более того, могли бы вы себе представить, что 10 лет назад, к примеру, вы будете открывать не какой-то персональный компьютер, запускать размером со шкаф и весом в тонну, а открывать небольшой ноутбук, либо вообще смартфон, заходить в виртуальное пространство, залогиниваться, так скажем, и, собственно, скачивать, пользоваться услугами в любом объеме, в любой точке земного шара и обмениваться файлами и передавать на любые расстояния. Так вот, на наш взгляд, дорогие друзья, транспортная сеть также должна к этому прийти и как минимум стремиться. И единая будущая мировая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная, социальная и даже финансовая сеть Transnet, основанная на струнных технологиях Анатолия Эдуарда Чайницкого, кардинально поменяет нашу жизнь. Невозможно себе представить, насколько жизнь поменяется. Но я могу привести пример, люблю такую фразу говорить про правила, фактически они одни и те же, насколько они поменялись с 2016 года и отправятся, если назад в прошлое, в 96-й год, то есть на 10 лет в прошлое. Основное правило 1996 года – никогда не знакомьтесь с незнакомыми людьми и не садитесь к ним в незнакомую машину, тем более не знакомьтесь с незнакомыми людьми по интернету. 2016 год – множество сервисов, Яндекс.Такси, когда можно вызвать такси, и оно подъедет к вашему подъезду вашего дома без каких-либо промедлений. То есть мы нарушаем тот заложенный в 96-м году принцип и мы специально знакомимся с незнакомыми людьми, чтобы сесть к ним в незнакомую машину и перед этим предварительно все мы это осуществляем знакомство по интернету. То есть это как раз-таки представление, насколько изменился мир, насколько изменился и стремительно развивается технологический прогресс на сегодняшний день. И, дорогие друзья, то ли еще будет. Собственно, Skyway отвечает на вопрос, каким будет выглядеть будущее через 10 лет, через 5 лет, с какими скоростями будет перемещаться человек. То есть это будет до 150 км в час, либо это будет 500-600 км в час, либо это будет вообще перемещение 1000-1200 км в час. Но одно мы можем сказать, что таких проблем, как ожидание в пробках, как потеря времени при ожидании рейса, когда рейс откладывается, и вы опаздываете, к примеру, на важную встречу. У меня такое событие произошло. Человек уже взял билет, чтобы встретиться со мной в Москве. Я летел, соответственно, со Франкфурта в Москву. Там мы должны были пересечься. Но так как отложили мой рейс, то я уже не успевал на эту встречу, потому что, собственно, не было времени. И я уже улетал в свой город родной Челябинск. И каково мое было удивление, когда и рейс Челябинска отложили, то есть теоретически мы с этим человеком могли все-таки встретиться, ему не нужно было сдавать билеты. Это неудобство, это дискомфорт. И представьте, какой дискомфорт доставляется мировым корпорациям, которые пользуются транспортно-логистическими услугами, небольшим фирмам даже, которые пользуются транспортными услугами. И, собственно, если говорить про Уральский регион, многие машины курсируют в Магнитогорск, Челябинске, Екатеринбург фактически каждый день. Фактически каждый день они вынуждены тратить по 10-11 литров на 100 километров. Фактически каждый день они должны отнимать по 6-7 часов своего драгоценного времени, для того, чтобы элементарно перевести какие-либо товары из одного города в другой. Но хотелось бы, чтобы это делалось автоматизированно. Не правда ли, дорогие друзья? И во многих фильмах голливудских это было представлено, но, собственно, это до сегодняшнего момента не было реализовано нигде. И еще в конце 70-х годов Анатолий Эдуардович Ницкий начал задумываться о том, что же будет недостающим звеном будущей мировой логистики. И стал продумывать первые концепты, стал рисовать первые чертежи, эскизы струнного транспорта. И более того, потом перешел на более глобальное значение струнной технологии. Это вывод промышленности в открытый космос, это общепланетное транспортное средство. И для того, чтобы понять, что еще в 88-м году Анатолий Эдуардович представил на Международной конференции по неракетной индустриализации космоса, давайте просто посмотрим видео. И мы неспроста это показываем, потому что также мы это будем реализовывать. Ну, не через несколько месяцев продемонстрируем, как, собственно, струнный транспорт, но лет через 20, как закладывают эти сроки Анатолий Эдуардович. Технология Spaceway. Анатолий Эдуардович Кажется, дорогие друзья, что-то из грани научной фантастики, из каких-то книг фантастов, но Анатолий Эдуардович Юницкий придумал, и не просто придумал, обосновал, подтвердил и, собственно, описал эту концепцию, эту технологию еще в конце 80-х годов. Но никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологические прогрессы и перешагнуть через технологические уклады. Естественно, тогда еще не был начат процесс развития пятого технологического уклада. Что такое пятый технологический уклад? Это интернет, это телекоммуникация, это различные гаджеты, это все приборы, которые собраны через Wi-Fi сеть, через 3G, 4G сейчас сеть. И, собственно, естественно, на тот момент этого еще не было. О каком общепланетном транспортном средстве, к сожалению, естественно, для всей планеты можно было задумываться. Но Анатолий Эдуардович, встретив непонимание, стремился действительно сквозь тернии к звездам и оптимизировал общепланетное транспортное средство до струнного транспорта. То есть это максимальное удешевление конструкции, это упрощение принципа действия, и это уже не раскрутка маховика линейного электродвигателя, это уже не вынос огромного инфраструктурного сооружения, которое будет простираться на более чем 40 тысяч километров, то есть по всей длине экватора. И, собственно, это не требует таких затрат. Струнный транспорт. Струнный транспорт был представлен уже чуть позже, то есть в начале 90-х можно сказать, что вплотную развивалась концепция, и было много попыток входа на финансирование, проявление интереса также было огромное среди многих стран, президентов и так далее. Но переломный момент произошел в 2000-х годах, когда Лебедь Александр Иванович заинтересовался технологией Skyway, а точнее сказать, заинтересовал его Сергей Анатольевич Сибиряков. Это тот замечательный человек, отважный человек поистине, и сейчас действительно являющийся учителем для многих спикеров, кто сейчас является спикером, в том числе и я, непосредственно проекта Skyway. И самые первые вебинары, дорогие друзья, начинались. Даже Анатолий Эдуардович когда-то вел вебинары, сегодня это невозможно представить. И первые вебинары были меньше 30 людей, сегодня более 500 тысяч людей по всему миру поддерживают проект в качестве проявления интереса. Более 80 тысяч людей инвестируют ежемесячно какую-либо сумму в проект. И, собственно, каким образом произошло знакомство Сергея Анатольевича с Лебедем Александром Ивановичем? В самолете. То есть такая непринужденная ситуация. Сергей Анатольевич не постеснялся, присел позади Лебедя Александра Ивановича и рассказал великолепную историю, каким образом можно увеличить ВВП Российской Федерации более чем 3-4 раза, менее чем за 5 лет. Естественно, подкрепляя и обосновывая струнные технологии. Естественно, подкрепляя и обосновывая глобальными, именно российского и мирового значения крупными проектами, как продажа пищевого льда с помощью высокоскоростных транспортных технологий, транспорта второго уровня и, соответственно, освоение месторождений. Лебедь Александр Иванович внимательно все выслушал и принял решение через несколько дней оказать финансирование и выделить первый транш на строительство полигона в городе Озеры Московской области. И это было началом эпохи Транснет, дорогие друзья, и был заложен нулевой километр струнных дорог. Это первый нулевой километр. Собственно, 23-го в октябре 2015 года мы заложили уже второй нулевой километр уже в Минской области, город Марина Горка. Но вот этот испытательный центр, демонстрационные тестовые участки имели огромное значение, потому что это было наращивание доказательной базы. Это было также, я не побоюсь этого слова, испытание путевой структуры. Это было второе поколение струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. И действительно, ЗИЛ, многотонный ЗИЛ, забрался на легкую ажурную путевую структуру. Казалось бы, она должна была рухнуть под весом многотонного ЗИЛа, но все выдержало, и даже налить была разрублена. И, собственно, через неделю после Госсовета России по инновациям в транспорте, при презентации господина Морозова, губернатором, также одним из губернаторов на тот момент в России, и была презентована технология Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрий Анатольевич сказал, что финансирование найдете, строите. И, собственно, после презентации даже 1 миллиард рублей планировалось к выделению на развитие струнных технологий. Но неизвестными лицами по неустановленным причинам данное сооружение, данная действительно очень важная научно-исследовательская лаборатория, тестовый участок были полностью разрушены и вывезены в неизвестном направлении. Но, дорогие друзья, как говорится, время технологии, которое пришло, ничто не может остановить эту технологию. Поэтому, опять же, сквозь тернии к звездам Анатолий Эдуардович Юницкий уже после общения с многими потенциальными крупными, крупнейшими инвесторами, которые могли финансировать технологию, но у них были условия, которые абсолютно были неподходящие как для Анатолия Эдуардович Юницкого, так и для нас сегодня с вами. Потому что мы бы тогда не слышали бы вебинары Сергея Анатольевича, просто бы технология появилась, и мы не имели бы отношения к ней никакого. И, собственно, смотрели, наблюдали в новостях за теми новоиспеченными, то есть, если сейчас немножко перенестись вперед, на пять лет миллиардерами, миллионерами и так далее. То есть, тот, кто инвестировал в технологию Skyway. И, естественно, так как Анатолий Эдуардович не имеет права, в первую очередь, для себя и вообще для всей планеты, передавать большую часть актива интеллектуальной собственности кому-то, несмотря на то, что он будет полностью финансировать, либо частично, большей частью финансировать, тогда может получиться, что зачем, как говорится, кузнец, если кузница и так вроде как кует. И такое мнение было у многих людей, с которыми были попытки сотрудничества. Но все заканчивалось одним и тем же. Хотим все. И, собственно, после нас хоть потоп, собственно, технология будет развиваться. И нам, в принципе, генеральный директор, генеральный конструктор и не нужны. То есть, мы выстроим все сами. Поэтому, отчаявшись уже, Анатолий Эдуардович предпринял крайне рискованный шаг, но очень важный, очень правильный. Это начало эпохи краудинвестинга международной корпорации Skyway. Это народное финансирование, дорогие друзья. И вы видите ту фотографию, которая была в октябре 2015 года. Полный зал при зале правительства Российской Федерации, в здании правительства Российской Федерации в городе Москва. Собственно, все приветствовали Анатолия Эдуардовича Яницкого, который выступал на той конференции сегодня. Огромное количество людей заинтересованы в реализации, в последующей капитализации и в последующем увеличении потенциала адресных проектов. То есть, что такое адресные проекты? Это применение данной технологии в той или иной сфере. И сегодня мы с вами, дорогие друзья, я искренне надеюсь, что те люди, кто в первый раз, либо второй, третий раз слышат о технологии, к нам присоединятся. Мы, мы, не кто-то, не корпорации, не крупные венчурные фонды. Мы, народ, финансируем городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт и высокоскоростной транспорт. И чуть больше шести месяцев назад появилось новое направление. Это легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт. Это наши мускулистые, физически выносливые, фактически с огромной мобильностью юнибайки. И, собственно, почему многие задаются, большинство людей будут выбирать в качестве перемещения такой вид подвижного состава, такое транспортное средство, как струнный транспорт. Это будет дешевое, комфортное, безопасное и абсолютно эффективное перемещение в пространстве из точки А в точку Б. Это будет мгновенная концепция перемещения. То есть, когда вы садитесь в транспортный модуль, вы занимаетесь своими вещами, вы не отвлекаетесь от повседневной жизни. Вы можете посмотреть фильм, вы можете заказать себе обед, ужин, он сам к вам приедет, ваш подвижной состав на одной из станций. И, собственно, вы абсолютно уверены, что вы в конкретное время без каких-либо откладываний либо переносов доберетесь до пункта назначения. И, собственно, будете пользоваться такими благами цивилизаций, как Wi-Fi, мобильная, сотовая связь. Можете послушать радио, как вам угодно, как вам захочется. Чего не скажешь о современных подвижных составах. Только сейчас задумываются в российских самолетах о предоставлении такой услуги, как интернет, именно массовый. Но это нужно было сделать еще 5-6 лет назад. И, собственно, естественно, потребитель выберет то транспортное средство, которое будет максимально комфортно и удовлетворяющее их потребностям. И, собственно, если говорить про остальные преимущества, это высокая экологичность. То есть, фактически, максимально более экологичного транспорта не существует сегодня на планете Земля. И инновационность, ресурсность, то есть, экономия топлива, материалов и экономия каких-либо затрат при дальнейшей эксплуатации само за себя это говорит, дорогие друзья. И, естественно, возвращаясь к азбуке Skyway, хотелось бы остановиться на аэродинамике. Вот на данной слайде представлена фотография Bugatti Veyron 0.36, коэффициент аэродинамического сопротивления. В недавнем времени Mercedes GLS, причем Jeep, кроссовер, получил при испытаниях коэффициент аэродинамического сопротивления 0.37. И, собственно, в сотни раз более перспективный и более эффективный коэффициент аэродинамического сопротивления будет у наших юни-летов. И даже юни-байки будут более высокодинамичны, чем автомобили на уровне современной спортивной авиации, военной авиации. И, собственно, этого на сегодняшний день транспорт первого уровня не может достичь. И то, что находится транспорт на втором уровне на высоте 5-15 и выше метров над землей, это сразу увеличивает эффективность аэродинамики в более чем два раза. Ну и если говорить про концепцию перемещения, то максимальное эффективное перемещение, минимальная площадь соприкосновения с поверхностью, минимальный коэффициент качения трения и так далее. Колеса наблюдается именно при перемещении сталь по стали. То есть стальное колесо по стальному рельсу. Если говорить про затраты топлива, дорогие друзья, вы очень сильно удивитесь, когда я скажу, что сегодня традиционный автомобиль на трассе, в таком оптимальном движении, где тратится минимальное количество топлива, минимум, что можно увидеть, это, соответственно, малолитражки, то есть 5-6 литров, может быть, 4-5 литров, и то вряд ли. Собственно, как вы думаете, сколько будет расходовать подвижной состав с вместимостью более 50 пассажиров? Это будет 4-5 литров на 100 километров, а то и все 2-3 литра на 100 километров, в зависимости от того, какое применение, если используется гравитационный двигатель, то есть, соответственно, на подвесной путевой структуре наш подвижной состав не тратит дополнительной энергии и не несет дополнительные затраты топлива либо электроэнергии на спуск и на, соответственно, разгон и на торможение также не тратят, потому что это все делает за него гравитация. И, дорогие друзья, что касается юнибайков, то это вообще тут космические просто какие-то показатели затрат топлива и электроэнергии. Это 0,35 литров на 100 километров и это 1,5-1,5 киловатта на 100 километров. Это, дорогие друзья, очень серьезные показатели, настолько такие же серьезные, как были достигнуты показатели по аэродинамике. Что такое струнный рейс? Что такое путевая структура? Это растянутая, предварительно напряженная, неразрезная стакадная конструкция. И внутри вы видите пучок стальных проволок. Это преднапряженная конструкция. Далее идет закрепление, специальным элементом крепления. Далее омоноличивание спецбетоном. Он был разработан на базе нашего научно-производственного конструкторского предприятия ЗАО «Струнные технологии». Руководителем, генеральным директором, генеральным конструктором, которого является Анатолий Эдуардович Юницкий. И ставится рельс, по которому перемещается цилиндрическое колесо. Это не коническое колесо, как у железнодорожных составов. Это именно цилиндрическое колесо. Соответственно, минимальное воздействие шума будет на даже строения, жилые строения, которые будут располагаться вблизи струнной путевой структуры. Что не скажешь о современных высокоскоростных дорогах и современных железных дорогах, дорогие друзья. Но все это замечательно, все это супер. Я могу долго и интересно рассказывать о технологии Skyway, но все бы это не имело никакого смысла, никакого значения, если бы сейчас не велось строительство. Если бы фактически в сентябре мы будем праздновать годовщину начала строительства экотехнопарка. То есть это демонстрационный тестовый участок, участки, где будут продемонстрированы все вот эти четыре направления, которые я вам перечислял ранее. И, соответственно, 29 июня был подписан договор аренды. Но, что было уже чуть позже, я хотел бы представить вам в виде слайдов. И, собственно, скорость строительства поражает участников проекта, потому что это в некоторых регионах быстрее, чем строятся высотные здания, квартиры, новостройки. И, собственно, это намного более эффективно, чем серьезные инфраструктурные объекты, как, допустим, я всегда приводил пример. Комплекс один из самых современных на Урале бассейнов сейчас строится в городе Челябинск. и строится он медленнее, чем не только наша первая анкерная опора, а вообще на все направления. То есть, сейчас параллельно развиваются три направления. Это городская пассажирская трасса, это легкий прогулочный транспорт, и это грузовая трасса. Дорогие друзья, если переместиться зимой, оказаться на экотехнопарке, вы видите, что в январе уже начато было возведение промежуточных опор, на которые вот уже в ближайшее время будет натягиваться, монтироваться путевая структура, и, собственно, вот вы видите, в каком процессе строительства находилась первая анкерная опора, о второй анкерной опоре и речи не шло, и, собственно, если переместиться уже на то, что происходит относительно недавно, то вы видите, 22 июня мы уже начали процесс строительства за параллельной легкой прогулочной трассой, то есть опоры установлены легкой трассой, совмещенной также по нагрузке может выдерживать городской пассажирский транспорт, и, собственно, далее процесс монтажа первой анкерной опоры легкой трассы, вторая анкерная опора также готовится к бетонированию продолжения строительства первой анкерной опоры городского пассажирского высокоскоростного соответственно вторая анкерная опора также городского и высокоскоростной трассы Skyway и, возможно, кому-то будет непонятно, я хотел бы представить тоже и мы за практику решили вводить, чтобы было понятно, какой, каким предстанет Экотехнопарк после завершения строительства давайте посмотрим визуализацию с вот собственно вот такая визуализация в данный момент мы представили ее в тишине так скажем чтобы вы насладились красотами будущего экотехнопарка ну и посмотрите то что происходит сейчас то есть 30 июня уже в каком процессе строительства находится первая анкерная опора я не могу не останавливаться на строительстве обязательно дам ссылку это очень мощный инструмент дорогие друзья для тех кто только начинает интересоваться проектом skyway потому что строительство говорит само за себя и 8 июля мы видим как продолжает расти ввысь вторая анкерная опора соответственно что для меня примечательно дорогие друзья 18 июля началось параллельное строительство грузовой трассы и это также очень серьезный аспект то есть фактически параллельно ведутся три направления это городская пассажирская совмещенная совмещенная с будущей высокоскоростной трассой это соответственно легкая прогулочная трасса и это грузовое направление skyway и понаблюдаем что происходит дальше ввысь растет продолжает вторая анкерная опора в 19 июля были представлены модели один к одному юнибусов и юнибайков то есть эти элементы были уже запатентованы 22 июля вы видите фактически сильно ускоряется строительство второй анкерной опоры на 12 августа в виде уже один к одному юнибус и юнибайки вот в таком полусобранном виде и фактически сейчас каждый день дорогие друзья ведется работа по подготовке к выставке инотранс 17 августа продолжается работа по строительству уже второй анкерной опоры также грузовой трассы то есть справа в виде грузовую трассу продолжается работа по монтажу даже высотной опоры городской пассажирской трассы то есть увидели на экотехнопарке когда наверх немножко немножко уходит и соответственно это высотная опора городской пассажирской трассы 18 августа был очень серьезный такой этап проверки качества установки опор то есть проверка перепада высот очень красивое действенное было зрелище и лазером проверили все замечательно то есть перепад минимальный и все готово к монтажу путевой структуры 18 августа уже закончена установка опалубки и бетонирование первой анкерной опоры уже грузовой линии то есть думайте столько недавно рылись котлованы уже бетонирование самой первой анкерной опоры 29 августа вот вы видите уже фактически завершается строительство второй анкерной опоры и если посмотреть на первую анкерную опору то 29 августа я могу сказать что бассейн вот в моем городе всегда привожу такое сравнение в перископе тоже приводил потому что он строится далеко не народные инвестиции собственно наша первая анкерная опора обогнала по скорости строительства и я думаю что скорость строительства поражает тех кто присоединяется проекту и в том числе это средние крупные инвесторы крупные крупнейшие инвесторы которые наблюдают сейчас за развитием нашего проекта и это дорогие друзья один из самых главных результатов который был достигнут и который позволяет нам говорить что мы не можем утверждать точно что допустим закрытие возможности финансировать произойдет в 2017 году мы не имеем права этого делать потому что никто этого не знает так же как никто не знал что произойдет после первой поставки на маков с корпорации apple и что за 10 лет это будет обретение капитализации в более чем 950 миллиардов долларов то есть это одна из самых крупнейших капитализации никто не ожидал что собственно пройдет несколько поколений дорогие друзья наша технология прошла а уже несколько поколений сейчас мы инвестируем в четвертое поколение уже готовится параллельно 4 плюс и уже анатолий эдуардович рассчитывает и чертит эскизы перед предварительно технической документации готовится по пятому поколению ну а собственно что нас ждет после выставки инотранс и более того что нас ждет после демонстрации уже осенью в движении технологии skyway остается только ожидать остается только догадываться мне многие задают вопрос алексей скажи как один из спикеров один из считают экспертом меня по технологии skyway каким будут дивиденды с одного миллиона долларов которые вот сейчас вот в акциях получается соответственно 1 миллион единиц обязательств я всегда буду повторять 1 миллион единиц обязательств а не акций потому что на сегодняшний день это бумага и собственно только после капитализации только после реализации проекта станет уже серьезным активом обязательно станет я могу вам сказать дорогие друзья и об этом предположили еще на ранних стадиях различные политические экономические деятели и тот кто только сегодня присоединяется проекту skyway может быть и есть какие-то сомнения просто хотя бы зарегистрируйтесь посмотрите что представляет собой наш кстати недавно обновленный личный кабинет и погуляйте по новостям и собственно так или иначе вы получите минимальный пакет выделенные спец опционы которые предусмотрел изначально Анатолий Эдуардович Ницкий в качестве популяризации нашего проекта и это незримо мало по сравнению с тем что допустим кока-кола тратит на рекламный бюджет это более 70 процентов всех доходов на рекламу фактически каждый месяц и сегодня вы можете 100 единиц минимальный пакет обязательств получить просто за регистрацию я думаю это имеет смысл рассказать об этой возможности всем окружающим людям потому что если даже они не будут инвестировать а собственно новости заставляет знаете так ерзать немножко на своем месте и думать ну что то что то проходит мимо меня и рассказывать о проекте skyway окружающим людям потому что момент точка входа у каждого свои кто то присоединился в 2014 году ну а кто то даже не присоединится когда поедет высокоскоростной подвижной состав это мы позиционируем 2018 год и собственно что происходило менее 15 лет назад каким была та эпоха транснет что изменилось по мнению Сергея Анатольевича с этого времени расскажет уже следующий спикер мой коллега товарищ и собственно учитель сенсей Сергей Анатольевич Собиряков который в прошлом являлся очень серьезным государственным чиновником ныне это действительно государственный советник третьего уровня и один из тех людей кто писал в свое время очень серьезный для России документ всего его писали три человека ну собственно Сергей Анатольевич один из них несмотря на все предложения возглавить то или иное министерство вот за время своего участия в проекте я в курсе об этих предложениях Сергей Анатольевич двигается только со Skyway и строит только Skyway потому что наверняка это действительно самый не то что прибыльный а перспективный долгоиграющий и долгосрочный проект сегодня в мире бизнеса и в мире венчурного инвестирования Сергей Анатольевич вам слово все Алексей спасибо я как раз настроил перископ вот он правда что-то отвратительно сегодня вообще интернет работает два раза зависал уже пока это но будем к этому относиться снисходительным так давайте сейчас половину так потом будет перерыв посмотрим как будет горизонтально то есть мы определяемся как лучше вертикально или горизонтально держать телефон для того чтобы лучше так друзья давайте по нашим как видно как слышно вот да отлично в принципе уже техника настроенная так что вот значит друзья ну в курсе кто новички только зашел значит что мы ведем с Алексеем Суходовым два вебинара днем это в 12 и в 13 по Москве и соответственно в 19 и в 20 по Москве вечером то есть днем мы больше ориентируемся на регионы Сибири и Дальнего Востока вот а в 19 20 на европейскую часть вот мы даем основы как мы называем азбуку SkyWay вот для того чтобы люди кто вошли получили информацию исчерпывающую для того чтобы понимать что за проект для тех кто в проекте чтобы вы видели изложение что мы же не попугаем и рассказываем не одно и то же постоянно несколько доводя и оттачивая именно форму подачи информации то есть тоже наверное заметили что мы постоянно обрабатываем определенную ну такую наиболее подходящую форму доведения информации ну а для нас кто работает очень много именно в работе с инвесторами в презентациях это очень важно потому что сейчас ну наверное за более чем год вот сейчас то что мы в таком режиме работаем Алексея Суходоева наверное сейчас разбуди днем и ночью толкни и скажи с любого места про SkyWay про рельс про перспективы там экотехнопарк он уже в сонном состоянии и он начнет выдавать уже необходимую информацию поэтому это тоже друзья большой опыт который мы сейчас наработали и в любого рода презентациях вот на следующем мере будем говорить то есть у нас в прошлой неделе тоже была какая-то вся разъездная там сначала в Сочи у нас был большой фестиваль вот всей командой туда ездили Женя Кудряшов и Виктор Бабурин вот еще ряд наших Кирилл Шимко это наш очень такой хороший теперь друг и партнер один из сильнейших людей на земле вот после этого прилетели буквально день-два Алексей не был с нами в Сочи потому что он летал в Германию представлять технологию для инвесторов когда вернулись Алексей сразу вылетел в Киргизию встречался тоже будет рассказывать во второй части вот я представлял в мэрии Новосибирска и как раз вот этот опыт уже когда четко выставлена презентация когда понимаешь что зачем и основные акценты то конечно это очень дорого стоит но здесь друзья я еще конечно как не то что в свое оправдание а несколько из зависти к этим молодым да ранним талантливым скайвеевцам которые сейчас работают то конечно когда я смотрю презентацию как Алексей сейчас делает как Виктор Бабурин делает особенно когда он там министр транспорта Словакии потом там крупному бизнесмену из Саудовской Аравии там делал презентацию то конечно когда показываешь уже логику того что сделано за три года ретроспективу фотографии потом показываешь экотехнопарк как он должен будет выглядеть и соответственно машины которые сейчас готовятся уже к демонстрации в Берлине то это друзья и есть самая убедительная самая значимая презентация технологии которая показывает что сделано за последние три года вот соответственно у нас такой роскоши не было три года назад поэтому мы были на другом этапе когда привлекали крупных инвесторов вот потом еще и лишились того полигона которые соответственно строили на деньги Александра Ивановича Лебедя ну скажем так с легкой руки из поддержки Александра Ивановича Лебедя там не только были деньги Красноярского губернатора там были и деньги таких бизнесменов Газпрома вот тоже которые очень поверили вошли в проект на тот момент и была проделана большая работа и вот после того как это было уничтожено то не сказать что все было с нуля с научной точки зрения полигон в озерах выполнил колоссальнейшую роль он наработал большой материал он дал огромнейшую бесценную научную информацию которая позволила двигаться дальше ну с точки зрения просто как исторического момента а кстати да я уже говорил мы пока были в Сочи у нас пришла неожиданная новость нашли наш ЗИЛ в озерах он конечно в таком страшном разрушенном состоянии но тем не менее мы все вместе как бы приняли решение что просто за свои деньги деньги там директоров активистов мы скинемся восстановим этот ЗИЛ привезем его в марину горку поставим его на предистал потому что я думаю что этот ЗИЛ 131 который был в озерах который действительно видел и Александр Иванович Лебедь и генерал Громов и Медведев в общем все кто ну Медведев вычеркнет так сказать это не аргумент вот но я могу сказать что этот ЗИЛ достоин того чтобы стоять в мариной горке и очень надеюсь что когда вы будете уже на фестивале в апреле он займет свое достойное место именно в музее Скайвея где будет на первом этаже ну соответственно у нас будет еще один такой интереснейший экспонат поэтому это событие как раз мы были все в Сочи нам позвонили и сказали что вот тут на свалке валяется ваша железяка будете ее забирать или нет ну конечно в один голос как сказать мы это будем забирать будем восстанавливать потому что это это действительно история это действительно важный такой момент поэтому тоже отработаем сделаем вот еще одним скажем таким очень интересным экспонатом у нас в мариной горке добавится вот так что тоже следите за этими новостями тоже будем его так сказать реставрировать вот я конечно не представляю после фактически восьми лет что там от него осталось так сказать но зато зато так сказать это именно та железяка которая ездила показывала демонстрировала первые возможности в свое время это была передовая лаборатория которая но это друзья как отличение вот поэтому на сегодняшний момент вот вот если уже обобщать о да Алексей вот поставил фотографию я ее так люблю так сказать это действительно научная лаборатория там было очень много оборудования которое изучало прогибы воздействия ну сцепку потом там намораживали лед то есть это все друзья большая наука большая в общем то и народу очень серьезного в нем ездила и каталась в нем катался генерал Кошман это на тот момент был министром строительства российской федергостроя руководителем гостроя там ну в общем много такого народа который поучаствовал и прикоснулся в свое время к строительству скайвэя вот сегодня уже можно однозначно говорить и однозначно утверждать что с сентября месяца когда будет мировая презентация скайвэя который будет вести наш очень хороший друг антон даршин партнер проекта директор компании скайвэя австралия бывший министр и руководитель департамента строительства род хук который уже почти два года назад как пришел он будет демонстрировать и презентовать именно технологию потому что это сделано специально там будет очень много высокопоставленных чиновников именно в транспортной сфере естественно что если когда они будут общаться с человеком своего уровня который недавнем прошлом возглавлял транспортную отрасль целого континента то естественно такого рода человек ну просто всегда более воспринимаем тем более на английском языке это более комфортно и как раз Антон Иванович поставил такую как бы установку что в Берлине будет больше сделан акцент не на авторство именно технологии а на саму технологию что задача всей нашей команды задача берлинской выставки которые будут 21-23 сентября это именно рождение и демонстрация что технология первое существует второе что она абсолютно в готовом виде то есть она есть инженерная часть конструкторская часть производственная часть испытательная часть это уже все реализованные этапы и мы выходим уже к мировой общественности которая сегодня задается вопросом а как будет выглядеть транспорт в ближайшее время то мы соответственно друзья отвечаем на эти вопросы и это будет фактически рождение новой концепции когда мы показываем что автомобиль наконец уходит с земли он уходит на второй уровень что он переходит в сферу уже электромобиля что эра автомобилей внутреннего сгорания уходит уже в прошлое и что соответственно сегодня просто колоссальными по скорости темпами будет развиваться именно направление второго уровня электромобилей и это будет демонстрация первого нашего любимого юнибайка с Алексеем потому что мы участвовали в концепции когда это только зарождалось и стало приоритетом на наших глазах проектировалось и строилось и сегодня когда уже приступает к испытаниям и демонстрации на мировой выставке это конечно друзья не может не радовать и вторая машина именно электро юнибус электромобиль второго уровня это юнибус 14-местный то есть который является полным аналогом городской системы который может перевозить до 200 тысяч пассажиров в сутки то есть это фактически соизмеримое с метро но даже не на один а на два порядка дешевле в строительстве и в эксплуатации это естественно начало демонстрации то есть тем что мы покажем и начнем испытывать в октябре это еще отнюдь не вся технология это только первые ее шаги то есть первое то что она может и тоже задает вопрос когда демонстрация начнется когда будет сертификация и когда она закончится так вот друзья этот процесс имеет начало и начало как мы обещали будет в октябре а конца этого этого процесса его не будет друзья никогда во всяком случае на наш ближайшие 100 лет этого точно не произойдет постоянно будут разрабатываться новые модификации новые варианты skyway будет постоянно отрабатывать новые возможности и это как раз все будет демонстрироваться в эко технопарке это будет постоянно и капитализация и привлечение новых заказчиков новых инвесторов новых интересов в программе и этот процесс друзья бесконечный вот поэтому какие то штрихи мы сейчас уже показываем рассказываем вот мы все таки больше сейчас наши вебинары вот эти вот технико-экономические с алексеем стали закладывать еще и элемент футурологии то есть то что показывает и рассказывает будущее потому что мы являемся тоже создателями такого нового направления мы не можем как инженер юницкий создавать новые машины ну потому что это все таки определенные инженерные но создание за вот эти три года мы разработали новую концепцию технологических укладов мы показали что skyway их транзит является основой шестого технологического уклада что это следующий этап ступень цивилизационного И сегодня то, что происходит, это абсолютно закономерно. И исходя из этой закономерности, мы сегодня можем прогнозировать капитализацию обязательств, которые мы сегодня запускаем, капитализацию компаний, которые будут выпускать Skyway, которые будут осваивать территории, которые будут осваивать новые месторождения. Это тоже, друзья, новый концепт, который идет уже из технологической школы. Просто мы доводим это уже до уровня цифр и до уровня экономического анализа. Сейчас мы добавили еще один элемент. Это элемент описания того, как это будет дальше развиваться 3, 5, 10, 15, 20, 30 лет вперед. И, соответственно, это уже, друзья, элемент называется отдаленное макроэкономическое прогнозирование. А более такая знакомая вещь – это футурология. То есть то, что описывает применение технологий в ближайшем будущем. Мы как раз с Алексеем являемся авторами и создателями Международной ассоциации практикующей футурологии. Мы как раз показываем, как сегодня будет развиваться то или иное направление в технологии. И, соответственно, мы сегодня четко утверждаем, что основное направление все будет идти вокруг Skyway, вокруг освоения территории с помощью Skyway, будет с помощью новых компаний, которые будут применять технологию Skyway. И дальше мы сегодня расписываем и являемся уже, ну, скажем так, автором концепции для развития определенных территорий. Как внутри континентальных, то есть для некоторых сегодня правительство уже разрабатывает концепцию, так уже и для целых континентов, которые сегодня будут применять и дальше развиваться с технологией Skyway. Алексей тоже сегодня кратко упомянул о том, что я с большим юмором сейчас отношусь к нашим чиновникам, которые пытаются сегодня разрабатывать стратегию транспортную России до 2030 года, концепцию развития Сибири и Дальнего Востока, не учитывая сегодня технологию Skyway, потому что это сегодня наиболее проработанный концепт, наиболее проработанная технология, которая перешла уже в стадию именно бизнес-применения, коммерческого применения. Вот, и это всегда привожу пример вот на открытых лекциях, которые были в Новосибирске, кто в Перископе их смотрел, соответственно, в курсе, там я несколько новые такие понятия ввел, что сегодня смешно было бы рассуждать, если бы в 90-м году мы ставили целью задачу сегодня каждому провести домой проводной телефон. Я просто могу сказать, что сегодня проводные телефоны просто никому не нужны, и более того, вот я живу в доме, там мне все равно, есть здесь проводной телефон или нет, потому что у каждого, включая первоклассников, есть свой мобильный телефон, уже мобильный интернет-планшет, вот, и другое дело, что сегодня для того, чтобы вести и делать, уже иметь такой уверенный интернет, мне приходится уже проводить оптиковолокно и делать выделенный интернет для того, чтобы получать качественную, именно уже, видеосвязь. И сегодня, ну, я поднял свою до 500 килобайт, килобайт, да, а сейчас мне предлагают уже довести до терабайта, там, с определенной, там, модификацией, кое-какой блок усилий, но, друзья, терабайт, это я могу сказать уже очень много. Соответственно, вот Алексей мне тут сказал, сказал, что в ближайшее время пришлет мне карточку, которая будет в мобильном телефоне с памятью 2 терабайта. Друзья, я в свое время, в 90-м году преподавал информатику в школе, я помню еще дискеты, которые были полтора мегабайта, вот, когда на 4,5 мегабайта у нас была такая мягкая дискета, вот, это, друзья, конечно, тогда вызывало удивление, а сегодня, когда 2 терабайта стоит в телефоне, я просто, правда, не знаю, зачем такие объемы памяти нужны, но, тем не менее, я обязательно наказал, обязательно поставлю себе телефон, хотя бы просто для того, чтобы у меня было осознание, что у меня в кармане лежит телефон, в котором 2 терабайта, тут в перископе все активно народ Боливии обсуждает, но это я, друзья, во второй части скажу. Так вот, для тех, кто новички сегодня вошли в наш проект, то я думаю, что сегодня уже ни у кого не остается сомнений, что это большой серьезный проект, что мы занимаемся реально созданием технологий будущего, которым будет пользоваться все человечество, что мы серьезно рассчитываем на серьезные венчурные премии, которые сегодня выписываются в виде дискаунтов на те инвестиции, которые сегодня делаете. Мы отработали сегодня юридическую защиту, которая абсолютно защищает с точки зрения правопреемственности, что вы являетесь владельцами именно тех обязательств, на которые рассчитываете. А наша задача, как команды, это постоянный интерес к проекту, постоянное его продвижение и постоянное развитие с точки зрения применения. Поэтому, вот тут уже у нас, видите, как лихо, тут мы уже рекорды ставим в перископе по количеству лайков. Вот, перевалили 20 миллионов лайков за сколько я там, наверное, месяца 3 в перископе вещаю. Ну, вот, так сказать, во всяком случае, народ очень активный. Я смотрю, эти сердечки летят там постоянно. Так вот, друзья, сейчас у нас будет традиционно небольшой перерыв между водной частью, которую мы называем азбукой Skyway и расширенным технико-экономическим вебинаром. Обычно мы показываем несколько последних новостей и роликов, которые идут с подачи пресс-службы, которую возглавляет Михаил Кириченко, и который говорит, строй Skyway, спасай планету. И от этого мурашки по коже, по-моему, скоро уже будут у всех бежать. Вот, поэтому, соответственно, кто может или кто хочет поучаствовать в чай-кофе. Вот, ну, а для тех, кто получил исчерпывающую информацию и его больше Skyway не интересует, с теми мы прощаемся. Вот, друзья, о том, что этот проект, значит, на сегодняшний момент не для вас. Ничего там страшного или там какого-то смертельного нет. Я одно могу сказать, что через некоторое время, причем очень небольшое время, вы опять услышите о Skyway, а еще спустя какое-то время, причем очень непродолжительно, все будут пользователи Skyway, все будут участниками этого процесса, так же, как сегодня на Земле. Как бы вы ни относились к интернету, как бы вы ни относились к мобильным телефонам, сегодня, во всяком случае, в цивилизованном мире очень трудно найти людей, которые этим сегодня не пользуются. Поэтому есть, конечно, уникумы, есть единицы людей, которые сегодня еще до сих пор не пользуются мобильным телефоном и интернетом, но я думаю, что это сегодня не свойственно. Более логичный сегодня вопрос, когда мне подходит мой первоклассник, который завтра идет в школу и начинает задавать вопрос, папа, какой у тебя в детстве был интернет? И ответить на этот вопрос, друзья, на сегодня, что бы я ему не ответил, он мне уже в это не поверит, потому что сказать о том, что еще совсем недавно было время, когда интернет это было, просто мы о нем никогда не слышали, потом услышали, но не знали, что им будем пользоваться, и пришло время, когда мы сегодня не представляем жизнь сегодня свою без интернета. Это, друзья, вот на нашей памяти. А сегодня идет следующий этап, когда такая же революция произойдет уже в сфере транспорта, в сфере перемещения, и вот как раз что и как будет происходить. Это и есть наша работа, это и есть рассказывать и создавать это будущее. И еще, друзья, тут я уже днем делал небольшой сюрприз, и сейчас, друзья, мы теперь еще введем одну такую традицию, во всяком случае, пока это уже больше от нашей ассоциации, Международной ассоциации практикующих футурологий, мы избрали себе определенный гимн этой ассоциации, и мы его будем практически на каждом вебинаре включать, потому что это, друзья, очень интересно и систематизирует, и показывает будущее. Поэтому это тоже с этого начнем, и это с вами мы тоже еще несколько обсудим буквально через 2-3 минуты. Итак, друзья, небольшой перерыв на 2-3 минут, 5 минут, и мы с вами продолжим дальше уже расширенный технико-экономический вебинар, который в основном будет сегодня посвящен последним новостям, которые сегодня происходят, потому что скоро мы вообще придем к тому, что будем рассказывать, что произошло за неделю, и боюсь, что даже целиком вебинара нам на это время будет не хватать. Поэтому часть мы оставляем уже на репортаже, которые будут идти, часть будут на новости, которые идут по чатам и на сайте, а вебинары все-таки будем сосредотачивать больше на анализе определенных событий и мероприятий. Так, перерыв, друзья, небольшой. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWave, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня долгожданный момент. Наконец-то мы дошли до такой стадии производства путевой структуры, что можем уже кое-что вам показать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам был заказ изготовления ферм путепроводных для струнных технологий. Мы оценили технологичность и конструктив. Сейчас идет момент определения качества нашей сварки. То есть мы проверяем точностные характеристики, которые заложены в КД. И, если понадобится, будем вводить коррективы в технологию сборки сварки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, все верно. На протяжении определенного времени мы прорабатывали вопрос, сделали определенную подготовку как самой конструкции, как и раскроя деталей. Ну, сейчас уже подходим к такому моменту, когда начинаем понимать, в какие сроки мы это сможем сделать, что нам нужно поправить, где что откорректировать. Ну, в целом рабочая идет атмосфера. И уже подходим к такому моменту, когда начинаем уже выходить на серийное производство. Ну, к этому все подготовлено уже. Ну, с учетом, я вам скажу, с учетом ваших специалистов, хорошо подготовленных, я думаю, что у нас должно все получиться. Потому что я вижу, ребята хорошо и отработали предварительную стадию. Ну, ближайший месяц, я думаю, какое-то количество ферм уже поступит на площадку, где ее начнут и монтировать. Месяц-два, ну, это процесс будет, займет определенное время, потому что она и... Все делается впервые. Да, все делается впервые. Мы что-то дорабатываем, что-то влучшаем. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv-defeasystems.com. Поддерживайте наш проект. Будьте с лидерами. Сотрудничайте с нами. И вы всегда будете в хорошей компании. Строй Skyway. Спасай планету. Строй Skyway. Будьте с лидерами. Кружит голову, как в детстве карусель